теперь видно вам добрый день храни господь как вы же здоровы по милости божией ну вот я единственное чего хотел вас увидеть и узнать как почувствовать как ваши 78-летие да все слава богу за все благодарим всем довольны не ропщим не завидуем да правильно я бы мне такая саша мы с вами роднее всех родных так вот посмотришь опять же послушаешь по ощущениям как бы так сказать вот как от одной мамы неприсязательность как бы всем довольны и за все слава богу его взаимоотношениях там у тебя несколько раз посмотрел общение ваше брата у меня тоже такая была беда у меня среднего тут буквально там пятьдесят три года скончался тоже потреблял и так и вот там к обиду трезвости приводил постоянно его контролировал но он правда был несколько рассидельцем и никак не смогли его как бы уберечь хотя перед все попытки предпринимали все как бы так был всегда рядом ну правда он не обе слонял в ладикавказе там соседи всякие разные так что вот так вот на все воля божья руки не подложишь как мы не вы сейчас барнауле да да я барнауле сейчас у нас тоже он снег по пояс у вас там еще на выше пояса голубки ваши летают летают сейчас такая новая запись идеал я держу специально дикарей чтобы посмотреть как в природе располагаются они но и совсем не так как которые приручены человек на тех переделал а вот эти я эти наверху то у меня породистая и в деревне две голубятни еще а здесь они у меня живут сейчас я все снимаю сегодня два ролика снял показать как они начали новое гнездо сделали уже снесла на а это только начал еще поднимать еще в подгузниках его бросили я главное еще не могу сделать у него зуб пустой он едва ходит кормите сам себя не может я стоял молился и на него смотрел и помолился верни ему любовь то отец подошел и давай его целовать это все снято вы посмотрели вы какая картина до слез вернулся его целует и давай кормить даже здесь господь на молитву отвечает ну да я смотрел когда вы их выпускали по комнате они летали это взрослые летают это первый пенчик сидел когда кошечку снимали там это да это чудно тоже когда вешать и тарик больше люди уже ушли от 100 тысяч душевных погрязь для соблазнах разврата когда они посмотрят это покажи опять же вас и жилища да да это вообще так сказать это как они сейчас ведь нищеброды а вы богачи да вот на ровном месте брели зла то сребра да вот нигде ни у кого не украли нигде никого не убили да такие чистые непорочные так все знают что в городе труднее жить и все там дороже и не того и качество продукты а вот за разбитого уже полностью в дребезги 21 тысячи деревень и никто не берется а мы за пустырь и на месте основали и православное первым делом храм построили это не просто так только трудности от властей было грозились раздавить и проще и наконец обстановку переменили все верующие учителя верующие государственная школа это очень непросто если просто многие бы начинали рядом деревне все засохли опять развалились у них цемента не было какой цемент игру наша святая православная вера я строила то есть топором ходил пошел воровали друг у друга материалы руку друга опять же там инструменты воровали и стоят как волки живут когда же в цемент привезут а также плитку привезут а а я жил в ладикавказе но ты приезжаю мне говорят машины вырвали металлические двери уже была построена часть опять же это храмовая где служебное помещение там крестилка погружением вырвали машины железо рядом дома улица рядом буквально там 10 метров украли плитку украли сантехнику украли краску а в куполе три пулевых прострела как вам это я вообще в шоке был вытащил эти пули пришел на районное совещание его посмотрите это что мы где опять же мы как ну что опять же это с от горах чечни ли горах дагестана ваша сеть они слышали опять же москву в рот смотрите а такие вещи творить вот такую беспредел не же пол города мусульманские полгорода баптисты часть опять же так и непонятно язычники открытые язычники вот приходится с ними всеми этим общаться людьми боятся уважают видят кланяются я читал про тунис и про суда но там был советское время еще и он говорит сейчас слышу говорит на сук базар по их нам уговорит там такая пыль поднялась а что вора поймали некоторые в первый раз жизни вора видят мы на завтра проходили говорят в базар базар и на воротах была прибита по червевшие на солнце кисть человека у них очень строго настоящие мусульмане никогда не будет воровать настоящие нет мы мы с ними как бы так сказать общаем сейчас у нас бывший глава района почил вот и собралась вся республика собралась и президент и все верховный совет вот вышли эти опять же так сказать ребята из них не давай там опять же поясинский там лоялись а мы стали рядом с муфтием республики и все на нас смотрят опять же потом разговор по городу вот видели рядом они стояли один подошел вот хорошо что вы рядом стоять а нам чего опять же делить или мы еще перри кафедру делим или чего мы общаемся чисто опять же формате нравственности человечность и так далее там бывший замминистра здравоохранения республики грамотный человек там уже несколько раз ему присылали письма что вот за сегодня-завтра мы тебя расстреляем и так далее так далее вот если вы там на эту на застрелили двух имамов двух мечетей застрелили один ехал там горах матерью с автомата расстреляли а другого рядом с домом за тебе молодые ребята так или мамы мечети но не грамотные ребята так начали по антиалкогольной пропаганде ходили по школам по высшим заведениям гадостью братья участвовали день трезвости то как бы то сказать слава богу георгий славе и главе на крестителя то что у вас опять нет вот этого курения не этого бафос это просто шикарно я семья говорю опять же кто пьет водку под сатанист даже опять же так сказать мне не предлагайте не явшие никакие за столь я не хожу опять же в этих участия не принимаю кархирею сказал я за стол не сяду если будете пить водку я не за стол не сяду хотите опять же не хотите нравится мне нравится я сатанистом и садится макаром ну ты же пил я вы чё дальше так текст и покойными ночью садистом я глянету ну как ты не пусть лежит и одну что удивительно ночью удивительно господь опять же это помиловал меня меняшу благословат отец николай бурьянов с острова залито на священство значит благословил где водку не пей пальцем в рот не вот закончилось это опять отца олега стене его знаете такого ну я с ним так не встречался так он говорит ездил в чечню а там как-то подозрительно относятся но его задерживать а там начальник подошел увидел него поп пузатый рожа красный пьяный это настоящий поп горит пропустите это не подделка говорит ну да мы сюда ты не приезжал оттуда отец кирилл сахаром я ему четко архиерийский подарил он не лестнице у вас там ничего не жужжит да не у меня только этот работает этот блок вот он звук отдается это блок это вот наушниками это блок рядом на буквально на сторонка тут как будто пила работает а вот так меньше туда ладно ничего не удаляйтесь вот я как раз говорю от мы столько проехали 6 мусульманских республик турции нас сильно предупреждали ни в коем случае не ездить там только головы режут и я ничего не опровергаю но на связи они встречали как будто родные братья а мы ехали с такой миссии вообще и ночевали там и раз едем на ясно делаю ночевать надо ни разу нигде вреда от мусульман мы не получили и даже смерти заметили что мы молимся где мы молимся в обиду они нас не дадут они прямо рядом за нами следят а потом подойдут и поблагодарят вот хорошие русские не пьяные молитесь богу я смотрел когда вы этой были солим как там все было хорошо и благодатно так как по-доброму и так далее и так далее я говорил как я в мечети молился то у них да 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 когда они вас окружили это вот это чудо божье да да я сам рассказывал как я в гостере от лежал со мной два мусульмане в палате были идет у них по телефону призыв к молитве и вот они два часа ночи встают коврик постелили начинает молиться а у одного сломанный позвоночник у него там пол килограмма металла позвоночник и вот он стоит вот так колотить его а он все равно стоит опять же молится и поклоны опять и у меня вот так на душе было больно за наших православных хотя думаю так вот два ночи они встанут опять же да колено проклонено помолятся даже единицы единицы может там где-то кто-то там опять же так вот я допустим служил псалопечорском монастыре лавре троицкой состою готовлюсь к службе он заходит два монаха и выключает свет а я стою правила вычитываю они спать ложатся а я остаюсь а от успенского собора лучик пробивается света я вот ты читаю слышу в ее коридор там молись вышел коридор стоит а молит проходит епископ балашинский еще один стоит а я дяконом готовится а чё не там монахи спят человек тревожит ну приезжай ко мне вместе послужим прям потом вы монахи случайно не хохлы опять с одессы а как ты догадался негде на вас печати опять же стоит тоже печорах вот как бы так сказать момент более такое ну более смиренный но все равно захожу значит в алтарь успенский древний храм плачет иродьякон плачет я чё плачет дачу не стал опять же разговаривать то есть вот такие там отношения у меня был один знакомый монах в орлам он закончил в питере физико-математистический институт и у него там послушание было там часы там же связаны с колоколами вот всякие насосы вот и на кем занимается вот он не заходил правом он станет рядом с окном значит храм на первом этаже двухэтажных вот там славу чудных вот такие то я так сказать это все посмотрел продать от ядро слез оставил по грехам своим но вот так как души вот этот монастырь так прикипел тоже опять посмотри один там подсовывать купи мне понял купи у меня пояс купи у меня пояс орхидеаком на делу минут вы купи вот не деньги так что вот здесь как бы вот ну видя видя ощущая как будто стоит состояние в общине состояние людей те тоже правда разных я смотрю там собрания те всяким проводил по поводу там вывоза мусора и так далее так далее но есть конечно у каждого свое мнение кто-то что там свое там кто-то что-то но подводя как бы итог все равно опять приходит к общему мнению чтобы там чего-то не говорил сейчас секунду да но придете собора не было воскресенье вот мальчик вам отвезет и все равно к общем не отдам 8 там стоять и вам опять же говорить и кого-то крутит кого-то нет а серванты не дерзает опять это сказать как-то вот переломить так сказать авторитет и все эти моменты все равно опять же так сказать хотят оставаться общиной хотя у каждого конечно свое как бы мнение свое как бы предвидение там того или иного вопроса мне вот это умиленно было когда возили вы петра брата своего по озерам показывали здесь вот так вот здесь вот так вот я чувствую что он больной тяжело и ходит как он моложе мне тяжело болеть да хватит до поехать там валентина ждет и так далее так далее то вам хочется вам хочется показать пусть рассказать присо как ты вот поднять дам дух как оздоровиться поэтому заболел этим опять же но кто опять же эти вещи как бы не переносил он конечно и не почувствует а не поймет все как бы то стоит через себя через свою жизнь через своих близких опять же и община конечно то что опять же вы как бы так находитесь в этом поселении и как бы чужаков как бы нет это как бы такое как бы духовное цементирование дорогого стоит я тоже ходил вот так вот где-то опять же иметь есть конечно момент сейчас вот матушки родители скончались три года дом стоит на кубани вот туда уже 30 лет приезжаем побудем уезжаем я допустим телом здесь а духом там ну народ там страшно страшный народ это стукануть осудить подсмотреть что-то подгадить украсть это вот ну вот хлебом не кормить хлебом не кормить сейчас на духовное чадо скончалось руками своими храм построила и вот это значит не знаю как назвать сговор был благочиново значит главы района чтоб ее не покормить на территории храма которая она как бы содержит общину собрала и было значит тоже семьдесят восемь лет вот я в архиве я был просто рыдал рыдал я думаю как опять давай напишем значит туда в есть по епархию отсюда пришло ответ я еще с ним не общался он не сказал на прощеное стесенье давай на третье сибирь пообщаемся очень смысл будет такой что она типа чудила она чудила ночь а ты в ночь раскол действую парке где я где есть по епархии декора где мой дом если приезжать люди ко мне идут опять люди со мной общаются а этим значит батюшка крутит и ворачивает и выверчивает получать себя нашу роско ну такой бред а вообще страшное дело что творится я опять же так шел служить опять не было уже тридцать восемь лет так я оставил должности всякие разные три высших образования спирантура я шел служить господу я не думал ни о наградах я не думал опять же гонорарах я ни о чем не думал это без план перипахал доли папиров все школы все училище беды там тогда не погнали встречи беседы и как бы приход отдал под монастырь и как бы лисичка пришла и дачика на улице вот такая вас скорбь слезы опять же ну опять же если делаешь то не придумай что ты делаешь а если делаешь добро то жди что тебе так сказать обернется так сказать от мира злость пренебрежение зависть и так далее и так далее будешь ты опять последний мне сейчас ролик сбросил один а он преподаватель в университете и в академии мирские и ведет занятия при метрополии по оглашению очень грамотный человек и сбросил ролик вот посмотрите говорит там р.б. еврейские раввин старенький и к нему все подходят но они благословлять то не могут а помощи то его ищут а он всем раздает маленькие такие как карточки и говорит здесь маленькие там три места чтобы любили вы тор тору любите у меня дочь замуж не вышла он говорит надо тору любить рассмотрится так заболел ребенок он говорит вы тору любите чаще считать и надейтесь на бога опять а мой сын учится там у них в ишеве там это семинарии кончает ну пусть только не забывает тору хорошо учит приходит 70 человек и он с бородой окладисты такой и каждому говорит и все слушают как вот у нас бы так если учили любить евангелие то священники то да 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 нет этого совсем стоит вот я близко знакомый собросим юрасом архимандритом слышали такого да слышал он приезжал один раз мы со мне у нас здесь был он и жил и вот две книги его выше там о вере вопросы какие я их разобрал своих книгах по каждому вопросу и потом ему это все написал и даже книгу отвезли где-то еще берешь что вот прискозульки всякие там бабка во сне видела то открой библию люди то не к тебе пришли дорогой батюшка они пришли узнать волю божию а ты ему забираешь сколько сейчас вижу смирнов отмечает смирнов димитрий там патриарха рядом тоже отмечает другой батюшка такой известный там прямо осипов не оси хочу второй осип не каждый говорит что он думает ну почему прямо по слову нет не сказали по словам по словам преподавал когда сейчас это выставляет интернет на один вопрос иногда я 10 мест показываю библии вот что бог говорит по вашему вопросу люди не ко мне пошли почему обольщайте то им я серьезно им говорю вот олег стеняев это понял андрей кураев это понял а эти как будто не слышат я и осипов там по телефону разговаривали люди пришли к богу тарас ты божий человек почему ты ни одного местописания не рассказал вот заливается соловьем а вот он такой это есенин не не есенин нужно не нужно сень господня осеняющий меня они хотят омершлить до они до духу аду кунду до час приехали обрезку делать хотя стек по колено ждали ждали наконец дождались если они хотят дает я вам если я с ними недолго если вы будете еще я вас наберу меня уже не будет я начать как раз подошли только я говорил сначала мне напишите рядом я или нет скайпе внизу я-то раз меня нет значит тут и звонить нечего я же время где-то отсутствую а потом прихожу сунулся звонок был а меня и не было человек может подумать что его зазираю или как этого нет нет это сельхоз академии прислали человека что по брестку делаем здесь яблони там всякое разное интересно на мои ролики приходят много мусульман практически все положительные оценки видят как у нас одеты вы видели как они же у вас в хиджабе ну не хиджаб это поводник да но посмотри как божья матерь на иконах изображена но посмотри как пишет это поленов суриков репин это наша русская форма где-то чтобы раскудлащенная церковь это было и осипов говорит про это но он ничего дальше не говорит он не может ни одной общины создать ты посмотри какая у нас дисциплина у нас же шепотом ни одно слово нельзя сказать за семь минут все должны войти 7 минут молимся даже не крестимся чтобы служение было огненной у батюшки открывается врата все начали молиться это вот прийти посмотри посмотри прийти посмотри у меня такая же так сказать отлажена уже за все годы это опять же здесь даже муха летать никто не убивает то опоздал у меня подходит человек давайте прощайся счастливого ранее господа